Житель Фрианова Александр Кряков долго искал работу по душе, пока не попробовал себя в предпринимательстве. В прошлом году открыл ИП, занялся грузоперевозками. Сначала стоял на бирже труда, потом поинтересовался у них, что я открываю ИП, они мне сказали, что можно получить сумму от государства. После чего я ее получил и добавил на данный автомобиль. Субсидию в 96 тысяч рублей Александр вложил в покупку грузовичка стоимостью 800 тысяч рублей. Говорит, что машина надежная, нет проблем с запчастями. Грузоподъемность до 5 тонн удовлетворяет потребности большинства клиентов. Объездил по УРоссии, заказы находит по интернету. Ездим из Санкт-Петербурга вплоть до Екатеринбурга. Хотелось бы приобрести второй автомобиль. Нанять работника, пусть зарабатывает. Основное условие для получения субсидий – наличие у соискателя статуса безработного. Его устанавливает Центр занятости населения. Первостепенно, то, что делает Центр занятости, это сначала пытается трудоустроить человека. Если по каким-то причинам мы не можем подобрать ему ту работу, которую он хочет, мы предлагаем либо переобучиться, либо уже открыть свое дело. Сферу деятельности безработный выбирает сам. Еще нужно пройти тестирование на способность заниматься предпринимательством. Центр занятости подскажет, как написать бизнес-план. Если критерии соблюдены, комиссия выносит решение о выплате субсидии. Ее за последние пять лет в городском округе получили более 75 человек. Тех, у кого не получилось открыть свое дело, единицы, подчеркнули в Центре занятости. Предприниматели, воспользовавшиеся субсидией в начале этого года, продолжают работать. В основном у людей была проблема с арендой, где они аренду снимали. То есть многие не шли на уступки, многие либо разрывали договоры в том месте и переходили в более лояльные условия. Похожую ситуацию пережила и Мария Шарыгина. На субсидию. Три года назад ее размер составлял около 50 тысяч рублей. Предприниматель приобрела лицензионную программу для витражистов и выплатил аренду за три месяца. Помещение с финансовых соображений пришлось сменить. Сегодня в обустройстве с нуля витражной мастерской на Талсинской мастер наконец смогла воплотить смелые творческие замыслы. Я решила, что из хобби стоит попробовать вырастить бизнес. Как раз я в тот момент потеряла работу. И вот именно здесь мне помог наш Центр занятости. Дипломированному финансисту, обладательнице степени MBA, пришлось изрядно потрудиться, чтобы из хобби вырастить бизнес. Сложные заказы, как световое оформление язидского храма в Армении, пришли спустя годы. Техника витража Тиффани, малирование стекла. Экспериментировать с ними можно до бесконечности. С появления техники фьюзинг мы можем делать вот такие объемные испеченные элементы. Вот как здесь центральный цветочек. В этом году Мария вернулась к своей первой технике. Спекание фьюзинг золотой росписью. Через много чего прошли. Участвовали в выставках, встречались с дизайнерами. В конечном итоге наиболее эффективно это развитие не через соцсети, а именно поиск партнеров, дизайнеров. Декоративные изделия Марии Шарыгиной не встречишь на рынке. В этом проявляется индивидуальность предпринимателей в сфере декора. И все-таки в некоторых московских новогодних ярмарках мастерица витража принимает участие. В пандемии у желающих воспользоваться субсидий не становится меньше. С начала года 13 человек. Часто встречающиеся бизнес-проекты, ИП или ООО, обеспечивающие санитарными и защитными средствами сотрудников на рабочих местах. В этом году размер субсидий проиндексирован на 50 тысяч рублей и составляет 146 560. Это 12 максимальных пособий по безработице. Средства можно потратить на обустройство офиса, покупку канцелярских товаров, оргтехники и покрытие других расходов, связанных с открытием бизнеса.